Международный день отказа от курения отмечается каждый 3-й четверг ноября. В этом году это 19-е число. 2020-й вообще очень символичен. Пандемия коронавируса, который бьет, если так можно выразиться, по нижним дыхательным путям, показала, что курильщики болезнь переносят тяжелее. О том, почему так и можно ли отказаться от курения за один день, мы поговорим сегодня. Меня зовут Всеволод Гимбуд. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях врач-психотерапевт, нарколог, наркологического диспансера Александр Хабаров. Александр Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в свете пандемии коронавируса и самого коронавируса, который уже даже не с начала этого года, с конца предыдущего, живет с нами или мы с ним, тут все говорят по-разному. Не могу не задать этот вопрос в Международный день отказа от курения. Тяжелее все-таки курильщики переносят новую инфекцию или нет? Ну, буквально на днях поступила информация, это из Всемирной организации здравоохранения, что курильщики действительно гораздо тяжелее переносят коронавирус. И в полтора раза чаще они переносят тяжелее, чем обычно, обычные граждане. И в два с половиной раза чаще попадают в реанимацию именно курильщики. Загрузившиеся коронавирусом инфекцию тяжело, потому что нагрузка у них вирус гораздо больше, чем у них горящих. У них легкие забиты смолой, и когда разрушаются клетки, в которых накапливается вирус, вирус остается как бы под этой смолой и заражают новые-новые клетки. Если мы говорим вообще о курении, то можно ли к курению в 21 веке отнести парение? То, что называют парением, это я имею в виду вейпы и так далее. Или все-таки мы не относим это к курению, это отдельное что-то? Ну, скажем так, что вообще табачные компании, они давно уже заявляли, что их основная продукция – это не сигареты, а никотин. Они действительно продают никотин в различных упаковках. И вейпы – это просто один из способов доставки никотина в организм. Именно никотин вызывает сильную зависимость. Это зависимость очень сильная по психологической составляющей, например, героиновой зависимости. И вот когда стали во всех странах бороться с курением сигарет, появились тогда электронные сигареты, потом появились вейпы. Сейчас идут Айкос и другие средства доставки никотина. То есть зависимость формируется именно на никотин. И употребление никотина хоть в сигаретах, хоть в вейпах – это однозначно привязка к этим продуктам, которые табачные компании продают. А уже сам никотин, без всяких даже смол, опасен для здоровья человека. Он является сильным токсическим ядом, сосудистым, нейротоксическим. Ну, не стоит, наверное, лишний раз говорить о том, что курение – это плохо. От этой погубной привычки необходимо отказываться. Это уже, по-моему, из каждого угла. Однако, все-таки вопрос, который очень интересует, и интересует, на самом деле, я думаю, многих людей, можно ли бросить курить, неважно, будь то сигареты, вейпы или что-либо другое, одним днем? Потому что ходит легенда, что это тоже опасно для здоровья, и бросать нужно постепенно. Ну, можно бросить и в один день. И вообще рекомендуют бросать курить одномоментом. Только одна группа людей, которым рекомендуется бросать не сразу, а постепенно, это больные с сердечно-сосудистыми тяжелыми заболеваниями, у которых бывают часто гипертонические кризы, стационарно-кардические приступы. Вот им рекомендуется сначала снизить дозировку выкульевых сигарет, а потом на седативной терапии отказаться от курения. Но это не потому, что вредно им бросать. Просто потому что люди, когда нервничают, у них иногда учащаются приступы и сердечные, и гипертонические. И поэтому только вот этой группе рекомендовано бросать не одномоментно. Всем остальным можно бросить сразу. Причем бросить могут все, лишь бы была мотивация. Вот первый вопрос, который я задаю, когда ко мне приходят курильщики, я спрашиваю, почему вы хотите курить? Мотивация должна быть серьезна. Прежде всего это здоровье. Ну что, о здоровье человек волнуется всегда, беспокоится. И когда человек бросает курить, здоровье начинает восстанавливаться. Эта мотивация укрепляется у пациента, когда он бросает курить. Александр Владимирович, вы как человек с многолетним опытом работы, я думаю, сможете ответить на вопрос, почему вообще, как бы он сейчас странно не прозвучал, люди курят. Потому что когда я наводил справки до этой программы, я выяснил, что, например, испанцы препятствовали проникновению табачной продукции на континент еще в далекие времена, даже посадив в тюрьму одного из членов команды Колумба за курение. В 16 веке католическая церковь запрещала курение в соборах уже в 16 веке. А в России запретить курение пытались еще в далеком 17 веке. Тем не менее, сигареты, табак, никотин, все это присутствует в нашей жизни по сей день в 21 веке. Почему? При том, что люди давно уже пытались бороться с этим. В сей день мы сталкиваемся с этой проблемой. Ну, прежде всего, я повторяю, что это сильная зависимость от никотина. Он является сильным ядом, но тоже время вызывать сильную зависимость. А почему начинают пробовать? Чаще всего начинают пробовать в 11, 12, 13 лет подростки, которые чаще всего хотят поскорее стать взрослыми. Вот почему в обществе, где много курящих, дети начинают курить? И хотя спрашивают у родителей, у взрослых, почему вы курите, мне нельзя. А обычно отвечают так, что ты маленький, тебе курить нельзя, ты еще ребенок. И у детей переворачивается такая ситуация в голове, что когда я закурю, я стану взрослым. И многие из любопытства, многие из-за того, что хотят чувствовать себя взрослым, начинают пробовать курить. И к тем 18 годам, о которых говорит часто компания, что человек вырастет, спормируется, он будет совершеннолетним, он сам решит, курить или не курить. Дело в том, что табачные компании прекрасно знают, что к 18 годам уже большинство тех, которые начали пробовать курить, они уже просто зависимы. У них уже выбора нет в 18 лет. После 18 лет мало кто в первый раз берет сигарету в луку. Чаще всего это бывает еще в детском или подростковом возрасте. А эта проблема, я имею в виду раннего курения, если так можно назвать, образовалась только вот сейчас, в 21 веке или до этого это тоже было. Потому что, ну, например, если я беру из своих родственников, которые курят, я знаю, во сколько они начинали курить. Это было после 18, во многих случаях это был возраст 20, 23, 25 лет, но никак не 11, 12 или 13. Ну, я говорю не о постоянном курении, а о массовом, о пробах курения. А по статистике пробуют. Это действительно в 20 веке еще появилось, когда появились сигареты. И вот большинство тех стран, которые пытались сократить количество курящих, проводили кампании с подростками, с детьми о том, что вредно курить. И вы знаете, по статистике эти кампании мало к чему приводили. Потому что чаще всего дети смотрят на взрослых, на своих родителей. И там, в тех странах, где уже курящики начинали отказываться от своего курения, то есть сокращалось количество курящих за счет того, что отказывались курящики от сигареток, вот там наблюдалось снижение, содержание, начало курения среди подростков и детей. То есть массово можно бросить курить, если только взрослые перестанут курить. Взрослые, родители, учителя, врачи, которые до сих пор иногда многие курят. А как вот этого добиться? Потому что, насколько мы видим, очень много попыток к этому. Уже и на пачках сигарет. Не просто пишут, что курение это вредно, а уже с картинками четко показывают, что может быть. Тем не менее, это никого не отталкивает. Места специальные выделили для курения. Теперь просто так, где захочу, там и покурю, уже нельзя. Теперь нужно искать отдельное место для этого. Тем не менее, количество курильщиков все равно сохраняется достаточно большим. Какие шаги вообще надо предпринимать? Что делать, чтобы сократить количество курящих людей? Ну знаете, курильщики держатся на несколько групп. 25% курильщиков, они понимают, что курение опасно и вредно для их здоровья. Они активно ищут способы бросить курить. Пытаются, у кого-то получается, у кого-то не совсем. 50% они готовы бросить курить, если им посоветует это врач. Курильщик скажет, у вас появились проблемы со здоровьем, с сердцем, с легкими сосудами. Вам нужно бросать курить. Они готовы предпринимать попытки, когда им посоветуют и на медицинской работе. И 25% курильщиков не хотят бросать ни при каких обстоятельствах. Вот чтобы увеличить эту долю тех, кто хочет бросить и пытается бросить курить, при любом обращении к врачам, терапевтам, кардиологам, к любым врачам, врачи должны рекомендовать своим пациентам бросить курить. И когда это будет в массовом порядке, врачи будут не только наркологи с этим бороться, но и заниматься этим будут и психологи, и врачи других специальностей, тогда уже массово будут и бросать курить. Люди, которые понимают, что это вредно и опасно для их здоровья. Сейчас я предлагаю буквально на секунду вернуться в тему, которую мы уже с вами поднимали. Я говорю о вейпах. Вот тот самый пул людей, который очень хочет и старается бросить курить, зачастую переходят на вейпы из мыслей, что это чуть менее вредно. Не будем говорить полезно, это неуместно в этом случае. Чуть менее вредно для здоровья. Правда ли? Или это все-таки миф и вред сохраняется тот же самый? Или я, например, слышал от некоторых специалистов то, что вейпинг еще не изучен до конца, и мы не можем сказать четко, насколько это вредно? Ну, я вам скажу, что вейпы, действительно, я не могу сказать, что курение, парение вейпа более вредно, чем сигареты, это однозначно, потому что если в табачном дыме содержится порядка 4 тысяч вещей, то вейпах порядка 30-40-50 вещей. Но самое главное, что там содержится никотин, который вызывает зависимость. И курят, в основном, хотя говорят, есть жидкости без никотина, тем не менее парят, выпаривают именно жидкости, которые содержатся в никотине. И вот по статистике уже многие те люди, которые начинали курить вейпы, они через какое-то время переходят на сигареты, даже если они сигареты никогда не курили. То есть они привыкают через вейпы к никотину, а потом уже, когда это заморочка, все время эти вейпы, заряжать, с ними заниматься, проще достать пачку сигарет, достать сигарету и затянуться сигаретой. И поэтому во многих странах, где резко сократилось количество курящих людей сигарета, когда появились вейпы, электронные сигареты, много молодежи, которые считали, что это модно, они, начиная с вейпов, потом переходили на курение сигарет. Я повторяю, что продают они никотин. И те устройства, которые используют молодежь и привыкают к никотину, они потом переходят на курение сигарет. В 5 часа. Александр Владимирович, огромное вам спасибо. Самый главный итог – это то, что курение чего бы то ни было, сигаретов или парение вейпов, неважно, это вредно для здоровья, и увлекаться этим точно не стоит. Еще раз огромное вам спасибо. До свидания. 19 ноября – это международный день отказа от курения. Парение к этой истории относится точно так же. И даже если вы не знали об этом дне, 19 ноября, не отказались от курения или парения, вы можете это сделать на один день. Любой. У вас 365 дней в году. С каждым днем у нас тем все более. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»